Многие туристы, посещающие Израиль, удивляются тому, что на Ближнем Востоке есть город, похожий на современные мировые мегаполисы, с множеством небоскребов и развитой инфраструктурой. Но Тель-Авив, как говорится, не сразу строился. Обширная застройка началась не так давно, всего несколько десятков лет назад. А до этого, в 70-е и 80-е годы, Тель-Авив был обычным восточным городом без архитектурных изысков. В 1963 году правительство приняло решение снести старые постройки на набережной Тель-Авива и построить там главный деловой центр с названием «Текстильный дом». А в 2019 году принимается решение о полной реконструкции помещений в одной из башен. Именно для этого, непростого дела, и была приглашена компания «Мастер-класс». Первое мое впечатление от проекта, когда я попал сюда, это затхлые стены, это все было построено в стиле 70-х годов. Последний раз тут ремонтировалось или что-то делалось, ну, как минимум лет 20 назад. В задачу входило возвести новые стены и потолки, которые отвечали бы всем современным запросам гостиничного бизнеса. Чтобы было понятно, на каждый этаж мы получали вот такой вот чертеж, где принципиально по-другому были расположены комнаты, санузлы и коммуникации. Работать в сложных условиях и с большими объемами компании «Мастер-класс» приходится часто. Не так много компаний в Израиле, которые вообще соглашаются строить несколько крупных объектов одновременно. При этом выдавать отличное качество и скорость работы. В итоге работа была выполнена. Далее эту гостиницу ждут финишные и декоративные работы. А компания «Мастер-класс» переходит на новые объекты. Но это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин